Да, Бэт, это так. Я помню, что мы говорили об этом. Давайте я вернусь на этот график. Да, помню, мы говорили, что произошло. Кто-то сказал, что можно продать здесь. И да, был хороший маленький уровень. Я убежден, что мы нашли его на 119 или рядом. Давайте посмотрим. Да, думаю, это просто на большем-то время. Мы сможем увидеть через секунду. Да, итак, 119. Я думаю, мы говорили об этом новом уровне на прошлой сессии. У нас есть новый уровень предложения. Рост базы снижения. И затем у нас есть другой хороший уровень, полученный несколько дней назад. Действительно хороший рост базы снижения. Все еще довольно высоко на кривой. Приближу график, чтобы убедиться, что у нас хорошо стоят линии. Нижняя линия на тела свечей. Здесь находится источник снижения. Так? Теперь обратите внимание на то, что у нас есть небольшой лежащий полицейский чуть ниже. Помните, что мы не хотим продавать на снижение базы снижения. Мы хотим продавать на рост базы снижения. Но наличие небольшого лежачего полицейского немного увеличивает шансы при торговле. Все это понимают. Поставьте зеленую галочку или красный крестик, если знаете, почему наличие лежащего полицейского делает более вероятный уровень предложения. Окей, да, есть несколько красных крестиков. Давайте я быстро объясню. Итак, причина, почему небольшой лежащий полицейский расположен здесь, ниже рост базы снижения уровня предложения. Причина, почему он делает сильнее в том, если здесь нет лежащего полицейского, у нас есть просто сильное снижение цены, то мы вероятно получим сильный рост в уровень. Она будет нестись на всех парах и ничто ее не остановит. Но если здесь у нас есть небольшая стена и продавцов, то когда цена дойдет туда, надо будет потратить силы, чтобы пройти через этот уровень. Фактически нужно будет больше покупателей, чтобы пройти через этот уровень и добраться до нашего уровня предложения. Если есть этот уровень перед ним, то... Если есть этот уровень, то туда дойдет меньше покупателей, потому что они останутся на этом уровне. И это то, чего мы хотим. Когда цена дойдет до нашего уровня предложения, очевидно, что мы хотим, чтобы была масса продавцов и почти не было покупателей. Я говорю, что мы не хотим, чтобы на уровне предложения было много покупателей. Когда цена дойдет до уровня предложения, то мы хотим продать на нем тогда, когда существует очень сильный дисбаланс между спросом и предложением. Таким образом, этот уровень создает основной дисбаланс здесь вверху. Это все. Надеюсь, это помогло немного лучше понять. Давайте подпишу, чтобы мы помнили новый уровень предложения. ФГБЛ И снова рынки. Это большие рынки. Это евробонды, эквивалентные десятилетние и тридцатилетние. ФГБЛ – это один рынок с наибольшим объемом. Это немецкие облигации. Если вы когда-либо слышали о торговле облигациями, то это оно. Это большой таймфрейм. Посмотрим на цену на дневном. Видите, какой гэп вниз? О чем он говорит? Но фактически гэп далеко от уровня. Это говорит нам о предложении, о тонах предложения и отсутствии спроса. Ничего, чтобы остановило цену. Просто гэп вниз. Таким образом, любые уровни предложения здесь вероятно будут золотыми. Итак, давайте посмотрим. Я хочу найти что-нибудь выше 122. Чтобы у меня было еще больше вероятности. Я смотрю на дневной график. Окей, что-нибудь здесь. Я на самом деле фокусируюсь на этом уровне. Общая картина говорит мне, где наибольший дисбаланс между спросом и предложением. Если вы посмотрите на это, если вы посмотрите на этот уровень прямо здесь, то увидите выше 122.50 и гэп вниз. Таким образом, когда я перейду на меньший таймфрейм, то буду искать любой рост базы снижения выше 122.50. Помещу туда линии и буду надеяться, что кто-то достаточно глупый заплатит по этой цене. Итак, давайте перейдем на часовой график. Вот 122.50. Теперь, когда я прокручу вверх, не проходя сквозь свечи, найду уровень предложения, находящийся здесь.